У нас в Грузии приехали не только те люди, которые просто хотели убежать, а люди, действительно, которым нельзя было оставаться. Я учусь перевоспитывать себя, принимать реальность и бороться там, где я могу что-то сделать доброе. И самое главное, все поют. Вот вчера все пели. Грузинское государство сделало все возможное за многие годы, чтобы народ стал бедным. Вы прекрасно знаете, что в России очень многие артисты делают вид, что их не интересует политика или действительно ей не интересуются. А вот на этом фестивале все совсем иначе. Очень многие артисты делали, можно сказать, политические стейтменты со сцены и очень яро поддерживали украинцев и Украину. Мой голос свободы, мой выбор должен быть настолько четкий и правильный, чтобы мне не пришлось лишний раз подумать о том, что мой выбор настолько неправильный, что я не могу продолжать жить честно, как честной гражданкой, так сказать. И поэтому я могу сказать, что не понимаю таких людей, которые говорят, что политика их не... Политика может быть не твоя профессия, но это часть дипломатии, как общаешься, с кем общаешься, кого выбираешь. Это есть и политика. То есть что ты выбираешь, это есть политика. Скажите, а от вас сегодня будет какое-то заявление со сцены? Ну, что я буду? Я буду петь «Чернобрайцы». Это моя единственная не грузинская репертура, моя жизнь. Как на ты, чернобрайцы, пухляй, почувайте старик. Несмотря на то, что если ты посмотришь, что климат холодный, атмосфера не такой уж горячей, как можно в Востоке это увидеть, но вчера у нас был концерт в Липае. Мы были в начале июня здесь, были в Таллине. Настолько теплые слушатели. Настолько все тонко, глубоко чувствуется. И самое главное, все поют. Вот вчера все пели. Абсолютно все вместе. Это традиция, фестиваль пения, и когда все одновременно поют. Это, я не знаю, никогда не уходит от твоей истории, где живут твои эмоции. Нино, как вам кажется, артисты, такие артисты, как вы, в действительности, могут влиять на политику и на политиков? Ну, почему так мы должны влиять друг в друга? Мы, каждый человек, должен сделать правильный выбор. Может быть, какой-то возраст идти не в состоянии, это оценивать. Но мы же сами делаем выбор. Что значит влиять? Не надо ни на кого влиять. Просто надо жить правильно, честно. И никого не унижать, не красть, не убивать. Все. То есть влияешь только тогда, когда ты сам создаешь пример. Вы прекрасно знаете, что после начала войны большое, огромное количество россиян переехали, релацировались в Грузию. Расскажите о том, какое сейчас в действительности в Грузии отношение к русским людям. По-разному. Потому что у нас в Грузии приехали не только те люди, которые просто хотели убежать, а люди, действительно, которым нельзя было оставаться. Но, допустим, по-разному встречать. Я бы сказала по-другому. Не по русским людям, а по поддержке Украины. Потому что самое большое много флагов каждого этажа или на балконе вы увидите флаг Украины. И это о многом говорит. И есть уже больше 6-7 месяцев, 8 месяцев, что русские люди живут в Грузии. И есть очень много плохих историй. То есть есть истории, которые, я думаю, что ничего хорошего не приведут. Но есть люди, которым действительно нуждается помощь. Есть фонд, фонд Нина Катамадзе, который мы создали в конец марта 2022 года. И до сегодняшнего дня он помогает украинским детям, которые приехали. То есть, когда ты внутри этого находишься, ты понимаешь, что тебе важно другое. И люди, которые живут в мире, как-нибудь они позаботятся о себе. Вы сказали про разные отношения и сказали в том числе, что в Грузию приехали многие те россияне, которые не могут находиться в России по понятным причинам. Но при этом мы знаем истории, когда российских политиков, активистов, независимых журналистов не пускают. Не пускают. Объясните. Ну, я не могу объяснить. Ну, я не могу объяснить предательство. Это предательство государства, одного человека. Или той системы, которой мы никак не можем в какую-то страшную историю выйти. Но самое главное, что у нас есть фантастические молодежи, которые, их ценности абсолютно, они совершенно другие. Они получают другую информацию, они слушают другую музыку, они создают абсолютно другую культуру для современной Грузии. И я думаю, что это сильнее, чем какой-то старый предательский советский мышление. Поэтому я бы воздержалась бы о предательстве моего правительства, говорят, в деталях. Но я думаю, что есть люди, которые смело говорят о правде. Есть люди, которые протестуют. Есть каналы у нас, оппозиционные каналы, которые протестуют, которые говорят очень смело, которые, несмотря на это, все равно у нас есть цель добраться до Европы. Потому что наша страна это европейская старающая важнейшая наша дорога. С первого века мы европейцы. И вся наша история говорит об этом. По вашим ощущениям, гражданское общество в Грузии на каком этапе находится, смогут ли люди добиться того, о чем вы говорите? Мы учимся, чтобы перевоспитать себя. Потому что у нас не всегда была открытая дверь, не всегда была возможность выбрать. Допустим, у меня в 90-х годах у меня не было выбора университета, чтобы, если бы у меня было выбора, я бы выбрала бы другие страны. Поэтому важно перевоспитывать себя, чтобы мы понимали, для чего мы боремся, чтобы выбор был чистым, открытым. Все, что хотят, пусть выбирают. Но свободные, открытые платформы дают возможность увидеть себя с разных сторон. Грузинское государство сделало все возможное за многие годы, чтобы народ стал бедным. А бедным народом не может думать о той перспективе, в которой нужно сейчас думать о глобальных высоких ценностях. Им нужно решать сегодняшние дневные проблемы. Поэтому как раз этот молодежь и эти люди, когда говорят и делают какие-то примеры, это дает очень большой силы, чтобы все мы как-то в последних опросах 97% хочет быть европейцем. В Европейском Союзе. Если говорить про влияние артистов на это гражданское общество, которое так важно... Нет слова «влияние». Есть слово «пример». Все. Нет слова «вдохновения». Пример. Ты создаешь пример, и оно принимает все. Не создаешь плохой пример, будет плохое продолжение. То есть не бывает влияния. Это сила. Не надо. Зачем это сила? Просто надо создавать красивую, правильную, честную, чистую историю. Все. Как думаете, обычные граждане России, которые являются поклонниками вашего творчества, огромного количества артистов, которых мы видим здесь в Юрмале, но которые не могут и не хотят выступать в России, положим, сейчас. Люди в России, они понимают, что вот эта невозможность их видеть чаще ваше творчество, что это тоже следствие большой войны, а не чего-то другого. Другая, я учусь перевоспитывать себя, принимать реальность и бороться там, где я могу что-то сделать доброе. Я не могу ответить на этот вопрос, потому что очень больно мне отвечать, потому что больно будет тем людям, как я хочу ответить на этот вопрос, которые действительно убежали и действительно все оставили. Но они оставили своих родных живы дома у себя, которые не взяли собак, не взяли бабушек, дедушек. Когда ты своими глазами увидела людей, страну, и в госпитале заходишь и видишь, что тебе рассказывает любимый друг, дирижер, который заминировал тело своих родных, то есть о чем мы сейчас будем говорить? Скажите, пожалуйста. Будем говорить, как оставили свои дома и если они хорошо себя будут везти, они могут любое время вернуться домой. Домой просто о чем мы говорим сейчас? Нет сравнения, не бывает сравнения. У войны есть одно правило, быть правилем. Все. Today my heart belongs to Ukraine. My music belongs to peace. my love belongs to Georgia and I thank beautiful Latvia for such support of Georgia and Ukraine. Valvis. расскажите о ваших впечатлениях от выступления под бомбежками, выступления в киевском метро. тихо. 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 Ощущение это не передается, нигде не вкладывается, никак не возможно словами передать то, что значит во время войны голос свободы, пение. И иметь силу просто не потерять этот голос, создавать во время войны, думать о светлой стороне во время войны. И ни один день, допустим, львовский филармонический симфонический оркестр не останавливал свои действия. Во время войны, ты понимаешь, настолько важно каждую секунду, которая тебе принадлежит, и настолько важно любой человек рядом с тобой, лишь бы он остался живым. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok